То, что состав исполнительного комитета Гагаузии не был утвержден депутатами Народного собрания Гагаузии, это был предсказуемый вариант. Я только не понял, зачем надо было делать этот спектакль, когда всех членов исполнительного комитета пропускать через все комиссии, во всех комиссиях голосовать за этих членов, а потом на заседании Народного собрания Гагаузии те же депутаты, которые в комиссиях пропускали и говорили «за», поднимают руки «против». Что случилось, что они так свое мнение поменяли? Или кто им дал команду? И откуда дал команду? С внешнего центра. Или с внутреннего центра отсюда. Чтобы они резко поменяли свое мнение. Это не красит депутатский корпус и показывает, что они не хозяева своего собственного голоса. Что у них есть хозяин. И он им диктует, как распоряжаться этим голосом. Это первое. Второе. Вы обратите внимание, начальнику управления экономики задают вопрос. Вы часто едете и много тратите на командировочные. И когда начальник управления им говорит, что за столько лет работы он потратил 2500 рублей на командировочные, это становится смешным. Понимаете? Никто не задал начальнику управления экономики ни один вопрос по экономическим показателям. Программам, которые были реализованы. По стратегии. Как развивается стратегия. Сколько проектов в этой стратегии было реализовано. Какое количество средств было привлечено. Депутаты заняты сегодня тем, что направили счетную палату. Считайте, сколько потратил бензина Валерий Федорович Анеогла на машину заместителя Башкана. Сколько потратил Башкан на машину бензина. Вот чем занят депутатский корпус. Это какой уровень надо иметь, чтобы этими вопросами заниматься. Мы уже молчим по поводу вот этого передергивания и огромного количества бессмысленных нагромождений различных домыслов и фактов, изложенных господином Тополом в своей записке. И это все публикуется и обливается грязью весь исполком на всю Гагаузию. И не только на всю Гагаузию, но и далеко за ее пределами. Это идет дискредитация исполнительного комитета Гагаузии. Это что? Увеличит количество рабочих мест в Гагаузии? Это улучшит взаимоотношения международным собранием Гагаузии и исполнительным комитетом Гагаузии? Это принесет пользу Гагаузии. Ну уже полгода работаете, ну полгода воюете, ну хватит, ну может быть возьметесь за работу и вместе с исполкомом будем реализовывать программы. Если народное собрание объявило открытую войну исполкому, исполком никому не объявляет войну. Исполком продолжает работать в этих сложных условиях, в условиях и политического, и экономического кризиса. Люди вовремя получают зарплату, идет финансирование, идет исполнение бюджета, идет реализация социальных проектов. Вот я сегодня буду в Чедерлунской больнице, на 5 миллионов ле и там работа пошла. Завтра буду встречаться с Министерством здравоохранения, решать будем вопросы по Камрадской больнице. У нас идет плановая работа. Надо и депутатам уже сконцентрироваться на уложении Гагаузии, ведь самая главная историческая миссия этого СОЗОВО Народного Собрания это принятие уложений на всенародном референдуме. И принятие такого уложения, которое позволит Гагаузии чувствовать свою стабильность, устойчивость. И уложение, которое позволит эффективно развиваться автономией, сотрудничать с ветвями власти. Все эти, ну скажем так, разногласия в Народном Собрании, я стараюсь избегать этих слов, конфликт, война, стараюсь избегать. Все эти разногласия, они продиктованы извне. Но есть и внутренняя составляющая. В этой внутренней составляющей самая главная роль, это давление на главу Гагаузии с тем, чтобы он две ключевые фигуры поменял в составе исполкома. Вернее, не поменял. А остальные их не интересуют. То есть, если я сегодня поставлю начальника УВД того, кого хочет депутатский корпус, не все, не все, а часть депутатского корпуса, заинтересованная часть. Если я поставлю того человека, кого они мне назовут, и если я оставлю господина Чернева на посту председателя Вулканического района, весь состав исполкома утверждается, и все, мы тихо, мирно работаем. Но я, как глава Гагаузии, не могу на это пойти. Потому что у меня есть принципиальная позиция. Господин Чернев не справляется с этой задачей, ответственной, которая возложена на него. Но это не значит, что он не может работать в другом месте. Пожалуйста, депутатский корпус может его взять на какую-то вышестоящую должность в аппарате Народного собрания. Может быть, он обладает огромными знаниями, которые принесут пользу Народному собранию Гагаузии. Я не возражаю, пожалуйста, пусть он там работает. Но моя принципиальная позиция – начальник УВД, профессионал экстракласса на своем месте. И я не могу торговаться, утверждая состав исполкома по каким-то политическим или другим критериям. В исполкоме должны работать профессионалы. Да, здесь тоже есть люди со своими недостатками. У них есть и плюсы, есть и минусы. Это нормальное явление. Нету совершенных людей. Так вот, я могу сказать, что за все эти годы мы же обеспечили и финансовую стабильность, и люди вовремя зарплату получают, и бюджет исполняется, и социальные программы реализуют. Да, недостатки есть, еще раз повторяю. Хотелось бы сделать больше, и люди хотят еще больше. Но не всегда есть такие возможности в условиях политического кризиса, экономического кризиса. Мы же работаем в тех условиях и тех возможностях, которые у нас имеются, и стараемся использовать эти резервы максимально. Но еще и здесь иметь напряженное отношение внутри автономии с народным собранием – это вообще мешает работе. Должна быть координация действий, должен быть диалог. А у нас диалог к одному. Вот поставишь вот этого человека на это место, вот этого поставишь на это место, и мы утверждаем весь состав исполков. А как он будет работать, он не профессионал, он уже завалил там весь объем работы. Как он дальше будет работать? Как это отразится на общественно-политической ситуации в этом районе? А что люди говорят? А это нас не интересует. Нас интересует партийная принадлежность, клановая принадлежность, там группировка какая-то интересует. Меня это не интересует. Меня интересует, чтобы в автономии была стабильность, чтобы чиновники работали, чтобы работа шла. Я за это несу ответственность перед людьми. Вот и весь подход, и вся разница в наших взглядах.